Марк Цукерберг представил первый смартфон от Facebook. Презентация прошла в штаб-квартире компании в Калифорнии. Новинку любители гаджетов ждали с нетерпением. Создатели обещали, что она будет максимально адаптирована под нужды интереса пользователей крупнейшей социальной сети. Скептики говорили, что набор функции аппарата ничем не примечателен. Подобные гиганты на рынке смартфонов делают уже несколько лет. Так чем же на этот раз попытался удивить мир Марк Цукерберг. Попыталась разобраться моя коллега Елена Копылова. Технические характеристики смартфона First, что переводится на русский язык как первый, не из тех, которыми можно поразить воображение любителя гаджетов. Четырехдюймовый дисплей, пара камер, гигабайт оперативной памяти, возможность подключаться к Wi-Fi. Все это на рынке современных коммуникаторов появилось еще несколько лет назад. Важнее бренд. Новинка компании HTC поступает в продажу как официальный телефон Фейсбука. Уже само по себе это делает его желанной покупкой для пользователей самой популярной социальной сети. Но главное целый ряд эксклюзивных приложений настроек для платформы Android, на которой работает аппарат. Речь идет, например, о самом клиенте Facebook с полным набором функций полноценной сетевой версии. Предустановлена и программа для онлайн-чата Messenger. Обновить свой статус, выложить новое фото или сделать чек-ин можно практически с любого экрана. Даже если запущены сторонние приложения, будь то игра или музыкальный плеер. Для этого у аппарата предусмотрена специальная функция Facebook Home. Она же при желании выводит интерфейс социальной сети на экран блокировки. Примечательно, что в ближайшее время Facebook Home может стать доступен и для пользователей других смартфонов. Не только на Android, но, возможно, и на iOS. Между тем, основатель Facebook заботится не только о внедрении своей соцсети в операционные системы новейших гаджетов. Марк Цукерберг решил начать политическую карьеру. Заниматься он, как пишут американские СМИ, будет вопросами образования, науки и, что куда более, неожиданной иммиграцией. По словам Цукерберга, нынешняя миграционная политика США несовершенна, потому что часто затрудняет въезд в страну талантливым специалистам из других стран. Проще говоря, Facebook хочет упростить прием на работу одаренных программистов из-за рубежа. Вложить в свое движение глава соцсети собирается до 20 миллионов долларов. Пока Марк Цукерберг делает первые шаги в большой политике, консультировать его берутся маститые профессионалы. Например, Джо Локхард, бывший пресс-секретарь администрации Билла Клинтона. Или Джон Лернер и Роб Джессмерс, специалисты по паблик-релейшнс с внушительным стажем работы в рядах республиканцев. Именно старую добрую партию, по слухам, Цукерберг и поддерживает. Несмотря на обмен любезностями с Бараком Обамой, от слов к делу основатель Facebook перешел в случае с политиком-республиканцем. Пару месяцев назад он устроил сбор средств для компании губернатора Нью-Джерси Криса Кристи. Елена Копылова, Шамиль Кирашев, Вести.